Поехали! Продолжаем наш супер тренинг по специальному массажу иммунальной терапии. Сейчас проходим ноги. Вот мы сделали зону ягодиц, зону два бедра, зону икры и переходим к четвертой зоне это стопа, голеностоп. Вот тут много маленьких косточек, мы всю пятку и стопу пытаемся отодвинуть сейчас от верцовых костей. Плотно сжали с двух сторон промежуток между этими косточками и вот сжимаем, вытягивая пятку вверх. Если присмотреть поближе, то видно, как она поднимается, подпрыгивает немножко. Далее уперлись колено в бедро, а тут за пятку захватили и за стопу и поднимаем вверх. Пытаемся отрывать стопу от голени. Теперь смешаем все с точками, чтобы одинок не проходить. Надо вот это косточка есть точка под, косточка есть точка под вот этими маленькими косточками. Вот их продавили. Продавили, растерли это место сгиба, улыбка гонеплена. Согреваем эти зоны одновременно. Время экономить. Зоны отвечают за головую сферу. Теперь, где кожа меняется, у стопы от ноги, по этой линии идут точки акупунктурные. Также продавливаем. С этой стороны идет как раз позвоночник. Здесь копчик, хрестец, поясница пошла, вот спина, вот шея, вот череп. Как раз эти точки с двух сторон продавливаем до пальцев. Теперь захватили голень, а стопу вот таким хватом, как ракетку теннисную, маленькую теннису хватаем, и пятку придерживаем. И быстро все это энергично раскрутили в одну сторону и в другую сторону. Теперь захватили место соединения стопы. И так же раскрутили. И в ту, и в другую сторону. Теперь захватили за пятку, а тут за всю стопу пятку отдельно раскручиваем. Захватили чуть повыше. Раскручиваем теперь вот эту часть. Это вот что мы делали. Давайте посмотрим на стереть. Соответственно, вот здесь мы растягиваем. Упирались вот эти, со старых мы растягивали. Потом точки у нас были. Вот над этой косточкой, под этой косточкой. Здесь тоже над косточкой, под косточкой. Упирающие тоже можно нащупать. Раскручивали. Вот отдельно вот этот сустав, вот этот сустав. Потом брали за пятку вот этот сустав. Вот тут видите, еще ряд косточек идет. Брали за них и вот эти суставы раскручивали. То есть раскручивали все суставы. Теперь будем раскручивать отдельно большой палец от всех остальных. Расшатываем, 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 расшатали, расшатали. Идем мягкими массирующими движениями до мизинчиков. В смысле для каждого пальчика вот их раскручиваем. Их желательно покрутить вот таким способом, чтобы вы чувствовали все суставы. Суставы вот взяли, да, и крутится не один сустав, а вот все три. Сколько там вот есть, да, вот их дно уходит. Еще одну линию нарисовали, еще линию нарисовали, покрутили, еще линию. Крутили пальчик. И теперь будем их щелкать. Соответственно берем за палец вот такую петлю делаем. И как за голову подвешиваем повешенного вверх. Выдергиваем. Большой палец выдергивается вот так, под прямым углом. И относительно вот этой вот косточки, параллельно ей, да, выдергивается вверх. Теперь вот эта косточка, да, как он там называется, бульгарис. Вальгус. Вальгус. Вальгус вот это откуда образуется? Из-за того, что плюсневые кости вот эти вот, они выходят в сторону, вбок, да, и палец разворачивается внутрь. То есть вот она расширилась, да, здесь, и палец развелся вот сюда. Сустав сразу вылазит сюда. Когда проблемы давнишние, мысли ничего не сделаем, тут уже наросты костные появляются. Если это произошло недавно, то в принципе можно палец поставить назад. Мы должны упереться вот в эту косточку именно, да, плотно зажав ее. Палец раскачиваем, раскачиваем, вытаскиваем и одновременно поворачиваем сюда. Вытащили, повернули. По маслу тяжело это будет сделать, поэтому вот берем хотя бы какую-то салфеточку, тряпочку, там платок на свой можно взять. Вот, как ее найти? Вот это место. Когда сгибаем, там ямочка, где ямочка, это сустав. Значит нам надо сустав обойти с этой стороны, вот на выступ. Поставить палец, указательный, вот плотно держим стопу, да. Теперь большой палец. Раскачиваем, раскачиваем, раскачиваем. И выдергиваем и в ту сторону. На свой указательный палец. Вот так вот. Далее смотрим плоскостопие у человека. Давайте сначала разомнем, разогреем стопу. Вот есть такой естественный изгиб у стопы, куда достаточно естественно входит овал нашей руки. И вот очень удобно за это место. Межного ролинга расстелись, так мягко получается, нежно. Потом прохлопали всю стопу. Простучали. За пятку, вот как бы от костей мяса отделяем, схватились. Лапы леопарда отбирали мясо. С боков тоже. С этой стороны пятки. Даже стерли костяшками пальцев всю стопу. Если заметили, я опять делаю от пальчиков ног вниз. Вверх к тазу. Немов угоним в ту сторону. Не забываем. Ну, точек много на стопе. Все мы проходить не будем, да. Это вот как бы китайская медицина. Нас сейчас не очень интересует. Просто скажу, что вот это половая часть, да. Это получается средняя желудочно-кишечная часть. Это грудная часть. Это часть к голове относится. Здесь кишечник толстый. И мы как бы всю стопу делим условно на клеточки такие. И вот каждую эту клеточку продавливаем, прожимаем. Любым способом. Можно вот одним пальцем, да. Метным шарцутом. Можно двумя пальцем сразу одновременно. Можно вот раздавливать их в каждую точку. Да, болезнь. Болезнь – это значит, что кишечник немножко страдает. То есть там, где больно, вот. Это как раз кишечник толстый. Это говорит о симптомах, то, что что-то там не так. Есть вообще для этих массажей вот такие вот палочки тайские. Можете выбирать там какую точку потолще промясть, какую точку помягче промясть. Также точки находятся на всех фалангах пальцев. Палец заканчивается вот здесь. Вот они, на самом деле, диски борются, пальцы. Они вот здесь, как многие думают, да. И под вот этим пальцем тоже есть точки под большим пальцем, под мизинцем. Кто бережет пальцы свои, да, чтобы не травмировать, или у кого ногти, да, можно как-то такими палочками воспользоваться. Ну, в принципе, у них никакого фокуса нет. Вот такие палочки можете и сами заготовить, или какую-нибудь ручку толстую купить. Ну, в общем, любым способом продавили, да, все эти точки. И теперь смотрим. Вот так продольного плоскостопия, ну, в данном случае оно есть в второй степени, да. Вот так поперечного плоскостопия. Здесь вот так смотрим, оно тоже есть. Как проверяется? Если соприкасается мизинец с большим пальцем, то, соответственно, оно и есть. Вот видите? Вернее, его нет. Они должны соприкоснуться, значит, нога здоровая. Здесь уже, видите, больно дальше, да? Вот человек держится, видно. Значит, это, что какой-то из этих трех пальцев, он сюда вот вышел больше. Может быть, от обуви, может быть, еще от чего-то. Вот эти пальцы, значит, мы берем вот в этом месте, где суставы находятся, и расшатываем друг относительно друга. Тут расшатали, здесь вот расшатали, здесь расшатали, здесь расшатали, размяли их, там, где они крепятся к плюцевым костям. Растянули их побольше друг от друга. В данном случае я чувствую, что все три пальца выпирают. Они должны быть глубже. Относительно мизинца и большого пальца. Вот это, наверное, потом и бывает на топтошиле. Да-да-да, потом на топтошиле могут быть. Достаточно такие жесткие, от них потом тяжело избавиться. Ну, еще забыл сказать, что вот тут вот бывает часто этот... Шпора. Шпора, так называемая. Вот видите, на этой косточке есть выступ. Видите, такой острый. От него идет сухожилие. И шпора, по сути, это остеофит. Ну, кальций отказывается, да. Он как раз дает на это сухожилие, поэтому больно, больно наступать. Вот поэтому для профилактики берем вот эту точку, да, вот этот уголок лопатки. Отдельно его растираем и проминаем прямо вот в эту точку. Проминаем вот так жестко, глубоко продавливаем. Так, теперь по поводу вот этого плоскостопия. Берем салфетку и упираемся в каждый палец. Сначала во второй, да. Уперлись, свои пальцы прямые делаем, да. Они к инструменту вот, а второй рукой надавливаем на него. Вот такой вот инструмент. Раз. Бывает так больно, люди прям кричат. На третий палец вот этот на этот ставлю. Раз. На четвертый ставлю. Какую руку ставить, в принципе, не важно. Можете и этой рукой заменить вот на четвертый. Вот только свои пальцы выпрямили, чтобы было прямое нажатие. Всегда пытаемся держать прямой угол у стопы и у колена. Вот все пальцы продавил. Хруста в данном случае не было. Ну, проверим. Теперь горшок с указательным. Ой, смеется. Не сходится до конца, но уже расстояние короче. Уже меньше, да. Вот, значит, не за один раз это все нам вылечим. Наши пальцы еще дополнительно. Продавим туда. Ого. Чего-то вкусно. Все, все. Отдохнем, отдохнем. Немножко. Теперь сухожилия, поднимающие пальцы с этой стороны. Растираем их. И продавливаем. Еще растерли вот между пальцев вот эти перепоночки, да. Мягко, так нежно. Сбили подсознание с панталыку. Она успокоилась, она незаметно. Пронажимали. Ну, потом понажимаем. То есть, вот нажимаем вперед. Вдоль стопы, да. И вот туда вперед нажимаем эти пальцы. Хорошо. И можно чуть вбок нажать. Вот сюда. Теперь мы же расшатали вот эти вот суставы, да. У плоскостопия поперечного получается, что вот эти кости опущены вниз. Вот эти косточки, да. Вот мы на них и должны надавить. Во-первых, тут часто бывают эти, вот как они называются, да. Схватки хотел сказать. Судороги. Судороги, да. Да, это вот эти сухожилия, да. Вот их надо разминать, растягивать. Когда ногу сводит. Когда ногу сводит. И два пальца обычно вот. Два пальца. Вот этих, да. Обычно вот эти два пальца. Да, вот эти два. Это чаще всего. Там болезненно будет, да. Через боль, через боль мы их растираем. И теперь ищем косточку. Вот она. Есть эта косточка. Вот ее продавливаем. Вообще, при лечении плоскостопия у людей бывают настолько запущенные стопы, настолько они в страшную форму превращаются в кривые пальцы. Вот такие. Тут кости торчат, понимаете. С боков торчат кости. Там придется работать очень сложно и долго. Для этого иной раз используются специальные методы. Сейчас я вам покажу. Плоскостопие. Секундная пауза. Польно зато потом занесло будет легко. Сейчас чуть-чуть. Мы поехали. Так. И вот, значит, если мы конкретно плоскостопие уже будем лечить, разбить все вот эти вот суставы. Экзопостенелость вот этих всех, да. Ну, тут их изучать отдельно по кости не особо нужно. Там таранная, ладивидная, убавидная кость. На этом не заморачиваемся. Значит, у каждого массажиста настоящего должно быть в запасе бита. Будем бить. Чтобы было не больно, ногу кладем, во-первых, на мягкое, во-вторых, через какое-нибудь полотенчик. И пробиваем вот эти вот суставы. Пока терпимо. Можем потом посильнее. Ямка где-лить, да? Не посильнее не надо. Нет, не где ямка. Вот в это место и стучим. В это место. Не по пятке, а пониже. Вот. Так же надо из той стороны постучать. Но это тогда нужно будет человека переворачивать. И для токсины тоже очень хорошо используются вот такие вот палочки. Из креольского массажа бамбуковой палочки. В них цепучее вещество насыпано. И что интересно, тут получается эффект такой, что за счет цепучести является, проникает гораздо глубже в дыхание. Ну, так же вот можно вот эти пальцы, которые мы лечили, повесим косточком постучать, да? И с другой стороны. Ну, в этой позе просто не получится. Так. И теперь делаем вот такой захват. Вот. Нашли. Ну, размяли эту косточку. Вот одна косточка. И вторая. Вторая, да? Сюда упираемся, соответственно, кости указательного пальца, вот этой плотной, да? Ногу везде держим в прямой угол. Эту руку тоже я придерживаю лодыжку, видите, чтобы никуда ничего не съехал. А эту стопу... О, нет. Наташа, не напрягайся, не напрягайся, расслабься, не расслабься. Не понимаю, немножко боится. Ну, ничего. Я просто продемонстрирую. И вот, соответственно, нагибаем ногу на свою косточку. Вот этим пальцем. Раскачали, раскачали. Похрустываю чуть-чуть. И раз. Потом нижнюю косточку взяли. И два. И вот таким способом. Теперь в обратную сторону распрямляем пальцы. Растягиваем ахилосухожилия. И ахилосухожилия растираем. Так, чтобы она согрелась. И всю игру вниз, вниз, вниз. Все наши движения, в основном вниз. Линфу гонит. Туда, ближе к паховой зоне. Так, всю стопу, в принципе, уже размяли, да? Простучали. Еще раз вот эту зону прокачали. Поднимаем, как бы, стопу за пятку и за стопу. На своих перепонках вот этих, да? Как, знаете, такой микрофончик вот. Микрофоны, знаете, такие на пружинках висят. На резиночках таких. И когда поднимаем, раскачали. Вот я приподнял, да? По восьмерке. Влево-вправо, вперед-назад. Во всяком вот раскачали. Потянули. И теперь вправляем сначала колено. Руку кладем в трамскатку вот эту подколебную, да? Под 45 градусов рука входит. Рука входит, как стрела. Прямая. Вот опять этой косточкой упираемся, да? Против локтя. Вот одна прямая линия. Не так, не так, не так. Угибаем. Вот прямой злом. Наша рука практически почти вдоль бедра лежит. Ну, а точнее вдоль бедра она и лежит, потому что бедро идет. На самом деле расположена кость бедерная идет непрямо, а она идет вот так вот она идет. Вот у нас под таким углом расположена наша рука. Вот, накачиваем, накатываем на свою руку, ногу. Коверку дополнительно размяли. И одновременно обоими руками идет управление. Все, все, расслабились. Теперь руку перетянули на бедро. Здесь перетянули на экватор стопы. То есть, по самой вверху. Вешний центр. И пяткой. Не получается. Человека пяткой не гнился. Блин, как прям ближе. Да, прям прям. Гораздо ближе, да. А что прям целое задорожное. Вот такое же состояние, да. Здесь насколько ближе. Так уже боится. Ладно, я сейчас аккуратненько. Вот, упираемся пяткой в свое предплечье, чтобы оно не съехало, да. А здесь вот продавливаем вперед. Вот туда. О! 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 Не двигается, боится. Ладно, не получится. Так отдохнем. Вот. Это был сет номер четыре. Дальше будет сет номер пять. Завершающий для ног. А мы приступим к отработке наших мануальных техник. Если вы еще не с нами, то зря это делаете. Переходите сюда, и мы вас сильно научим. С вами был Аликалав. Гуден.